У нас в студии Елена Кропачева, врач-сурдолог от Ирина Ларинголог, главный врач клиники слуха-аудионика. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня мы говорим о проблемах, связанных со слухом. Вообще, насколько эта проблема актуальна? Ведь даже есть Всемирный день охраны слуха, и наверняка не случайно такая дата учреждена. Значит, наверное, много людей страдают этим недугом. Да. К сожалению, на сегодняшний день людей с нарушением слуха становится всё больше и больше. И нарушение слуха выявляется и у новорождённых, и у детей дошкольного возраста, и у школьников, и у подростков, и у людей трудоспособного возраста, и у пожилых людей. Вот в мире насчитывается более 466 миллионов человек с нарушением слуха. И 32 миллиона — это дети. В России у нас тоже проблема стоит острая. Более 13 миллионов человек имеют нарушение слуха, и больше миллиона — это дети. Если взять возрастную категорию старше 65 лет, то каждый третий человек имеет нарушение слуха. Ну, причин, наверное, по которым портится слух очень много, да? Или можно выявить какие-то основные? С чем связано? Да. На самом деле причин много. Это могут быть и внешние факторы, и внутренние факторы. Если брать внешние факторы, то современная жизнь, высокий уровень шума в городах приводит к тому, что слух страдает, потому что много и различных специальностей, которые… Профессиональная, да? Профессиональная тугоухость развивается, да. И водители больших машин, которые тоже постоянно находятся в шуме, и на фоне этого происходит снижение слуха. Ну, и, конечно, внутренние факторы – это различные заболевания, которые есть у человека. Буховестия, да. Это и сахарный диабет, и гипертоническая болезнь, и высокий уровень холестерина, обменные нарушения. Ну, а также есть и наследственные формы тугоухости, когда ребёнок уже рождается с наследственной тугоухостью или с глухотой. Родители передают свой вот такой патологический день у агена от себя детям. Детям. А вот скажите, пожалуйста, вот как вот… Ну, мне кажется, что вроде бы заметить, что человек стал слышать хуже, наверное, это просто. Или бывает, что непросто. Вообще, вот на какие признаки обратить внимание? Вот как… Ведь понятно, что слух, наверное, можно потерять вот раз так, внезапно. А может же постепенно быть? Вот на что обратить внимание? Ну, вообще, у детей и у взрослых по-разному проявляется снижение слуха. Поэтому, если вы заметили за собой, что начали переспрашивать, что начали немножко громче делать телевизор, начали прибавлять громкость в телефоне, если слушаете радио, радио начали подкручивать погромче. Если у вас появился шум или звон в голове, это тоже может быть как признак нарушения слуха. А если при разговоре с несколькими собеседниками вы понимаете, что не понимаете, теряете нить разговора, или ваши родственники, или друзья, знакомые говорят о том, что вы начали громко разговаривать, это первый признак того, что у вас, вероятно, есть снижение слуха. У детей здесь другая ситуация. То есть родителям надо обратить внимание, если у ребёнка есть нарушение речевого развития, это может быть признак нарушения слуха. Если ребёнок плохо реагирует на окружающие звуки или на собственное имя, если он жалуется, что заложило там в ушки что-то беспокоит, или появилось отделяемое какое-то из слуховых проходов, то есть это всё тоже может говорить о том, что, вероятно, есть снижение слуха. У ребёнка необходимо пройти обследование. Обследование у кого? Вот кто из врачей этим занимается? Ну, понятно, что вы сурдолог, это такой уже узкий специалист, но сразу ли нужно к сурдологу, или с этим может справиться другой врач, может быть, более широкий специалист? Ну, конечно, если вы заподозрили, что, вероятно, у меня какая-то проблема есть, можно, конечно, обратиться к лор-врачу для начала, потому что лор-врач тоже проведёт обследование, там, шёпотная речь, посмотрит, насколько вы слышите, то есть шёпотная речь у здорового человека должна быть 6 метров. И поэтому это такой... То есть когда врач отходит с другой угол и говорит 33, там, да, шёпотом, или там 52, и нужно повторить. Да, это как раз доктор проверяет, насколько хорошо вы слышите, какая у вас острота слуха. Поэтому это не просто там какая-то блажь доктора, а это именно диагностический метод. И если лор-врач определяет, что, да, нарушение слуха есть, тогда он отправляет уже к более узкому специалисту, то есть к специалистам по слуху или к врачу-сурдологу для более детального обследования. Елена Юрьевна, ну понятно, что мы сейчас говорим как-то в общем об этой проблеме, да, и в каждом конкретном случае нужно разбираться по-разному, да, индивидуальное, индивидуальное лечение, индивидуальное назначение. И тем не менее, да, вот мы уже с вами говорили о том, что бывают острые состояния, да, когда вот остро там теряется слух. А бывает ситуация, когда вот, ну вот уже какие-то процессы необратимые. И вот как всё-таки людям, которые теряют слух, вообще качество их жизни, вот на сегодняшний день, есть ли какие-то возможности всё-таки им слышать этот мир, да? Что делать? Какие есть возможности для этого? Ну, хочу обратить внимание, что действительно есть острое снижение слуха. Это когда слух теряется в течение буквально там нескольких минут, вот такое случается, это внезапная тугоухость называется. И в таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам, можно даже к неврологу, к терапевту, к лор-врачу, для того, чтобы было проведено обследование, был человек направлен к специалисту более узкому, для того, чтобы определить... В чём же проблема, да? Да, в чём проблема. И начать лечить. И очень важно при острой тугоухости прям срочно провести все эти мероприятия для того, чтобы слух восстановился. Потому что если затянуть с решением этого вопроса, то острая тугоухость переходит в хроническую форму, и тогда, к сожалению, уже лечение не помогает. И если снижение слуха наблюдается в течение 6 месяцев, это уже хроническая форма тугоухости. И, к сожалению, при такой тугоухости единственным правильным решением будет это реабилитация, медицинская реабилитация, это ношение слуховых аппаратов современных, и плюс это профилактическое лечение, которое поддерживает тот уровень слуха, который есть на сегодня. И, к сожалению, это профилактическое лечение не приводит к выздоровлению. У нас есть вопросы от зрителей, они тоже связаны так или иначе с гигиеной слуха. Давайте на них послушаем их и ответим на них. Скажите, пожалуйста, а с возрастом у всех портится слух? Вообще это такое хороший слух явление временное, да? Да, да. То есть это действительно так? Да, к сожалению, с возрастом происходят такие инвалиционные процессы, то есть физиологический процесс старения всего организма, и с возрастом у нас теряется слух. То есть после 50 лет я всем рекомендую проверять слух, потому что именно после 50 происходит первое снижение слуха, и развивается возрастное снижение слуха, называется пресс-биокузис. Смотрим следующий вопрос. Скажите, а от наушников портится слух? Какие наушники наиболее безопасны? Так, сегодня мы все в наушниках. Да, сегодня мы все любим одеть наушники, потому что это удобно, да? Можно по ходу идти и смотреть, там, слушать музыку и различные другие вещи прослушивать. Поэтому наушники у нас на сегодняшний день это прям проблема, потому что сейчас уже и молодежь приходит на приемы, жалуется на то, что и шум в ушах появляется, и высокочастотная сенсионевральная тугоухость появляется от того, что носят очень много наушники, да? Поэтому если вы любите наушники и не можете от них отказаться, тогда необходимо учитывать, что высокий уровень громкости и длительное использование наушников приводят к снижению слуха. То есть должно быть ограничение по громкости, это не выше 60% от максимальной громкости, и плюс еще продолжительное время, то есть долго их использовать нельзя. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, рекомендует использовать наушники не более одного часа в день. Как? Всего лишь час в день, да? А вот имеет ли значение наушники маленькие, которые едва заметны, да, в ушах, глубоко вставляются, да, вот в уши, или наушники большие, вот имеет ли значение? Да, имеет. То есть вот эти наушники, которые вставляются... Глубоко. Да, глубоко в слуховой проход, они как раз оказывают повреждающее действие, самое сильное. Поэтому если носить наушники, лучше накладные. Да, большие. Смотрим еще один вопрос. Скажите, а какие заболевания могут привести к глухоте? Вот немножко уже сказали, да, о том, что и внутреннее наше самочувствие влияет. Ну вот какие заболевания могут привести? Да. То есть любая соматическая патология, если она прогрессирует, плюс еще вот это возрастные изменения с возрастом, да, то есть эти заболевания, они могут приводить к прогрессированию. То есть это сахарный диабет, если такое злокачественное течение. Это гипертоническая болезнь, если кризовое течение, потому что на фоне гипертонического криза часто происходит острая эссенция, невральная тугоухость, то есть происходит поражение органа слуха и развивается глухота, вплоть до глухоты. Есть заболевания, которые приводят еще, заболевания уха, которые приводят к глухоте, к снижению слуха. Это и хронические заболевания уха, хронический средний отит, и вот эсклероз. Это хроническое прогрессирующее заболевание, которое может прогрессировать и вплоть до глухоты. Можно ли сказать, что все-таки вот тишина, да, отсутствие в фоне каких-то вот раздражающих звуков, это может, можно считать профилактикой нашего, да, нашего слуха. Да, поэтому я... Все-таки, да, обрати внимание, что в мире сейчас очень много звуков, и чтобы не перегружать еще дополнительно, все-таки стоит, наверное, так устраивать себе паузы, паузы тишины, они, наверное, благотворно будут влиять. Да, конечно, особенно если выезжать куда-то на природу, слушать звуки птиц, Да, птение птиц, звуки природы, это, конечно, очень хорошо влияет на орган слуха. Спасибо вам большое. В студии у нас была Ирина Кропачева, врач-сурдолог от Арины Ларингола, главный врач клиники слуха «Аудиомоника». Субтитры сделал DimaTorzok